Апостол правды и науки Я, помню, прочитал и думаю, вот как стать. Я думал, что я такой балбес, значит, ничего мне в голову не идет. Оказывается, и великие люди, которых мы все любим, помним, уважаем и ценим, и у них тоже были такие же чувства и переживания. На фото Дэвид Рокфеллер в Киеве, 1971 год. На фоне памятника князю Владимиру строят планы на будущее. Аналогичный памятник по приказу Рокфеллера установят в Москве. В его открытии примут участие Путин, Медведев, Гундяев и остальные представители Бильдербергского клуба. Еще раз подчеркну, что Украина для нас это не просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. Люди, связанные с нами кровными семейными узами. Пока Рокфеллер гулял по Киеву, будущий пересидент РФ Путин учился на международном отделении юридического факультета ЛГУ, где впоследствии был завербован ставленником Рокфеллеров Анатолием Собчаком. Что было дальше, вы знаете. Все как обычно. Насаждение демократии якобы с благими целями. Глава Роснана Анатолий Чубайс сообщил, что сегодня его последний день работы в компании. Я напомню, что осенью 2008 года Чубайс стал генеральным директором российской корпорации нанотехнологий. Провел ряд реформ. Уникальный планшетный компьютер представил на встрече с премьер-министром России Владимиром Путиным глава Роснана Анатолий Чубайс. В отличие от западных аналогов, новое электронное устройство сделано не на кремниевой основе, а на базе специального пластика. По мнению Чубайса, такой компьютер способен облегчить жизнь российским школьникам. Сегодня мы поняли, что этот технологический продукт, компьютер без кремния, может иметь применение в сфере образовательной. Отставка Анатолия Чубайса с должности главы корпорации Роснано вызвала такой же фейерверк оживленных комментариев, будто Путин уволил премьер-министра или чего доброго ушел в отставку сам. Хотя понятно, что должность главы Роснано для Чубайса – очередная синекура в цепи синекур, предоставляемых ему после ухода из правительства. И не исключено, что не последняя. У нас очень много денег. Их просто вот совсем много. Значит, у нас есть вторая премия, помимо первой. Какая, в конце концов, разница, будет занимать очередную должность Чубайс или нет? Все, что он мог сделать для России, он уже сделал. Вопрос только в том, что именно. И ответ на него, как правило, зависит от политических взглядов отвечающего. Для тех, кто думает о России в альтернативной реальности, о России без Путина, Чубайс – один из столпов либеральной альтернативы, проигравший и смирившийся. Для тех, кого современная Россия устраивает, Чубайс – тоже проигравший, тоже смирившийся, но приложивший руку к уничтожению страны в 90-е. Союзников в России у Чубайса нет. Да они ему и не нужны. Потому что Россия – это и есть Чубайс. Да, именно Чубайс, не Путин. Когда Володин Стива заявляет, что если не будет Путина, не будет России, он забывает только добавить, какой именно России. Не будет России Чубайса. Это факт. Будет какая-то другая. Именно Чубайс был организатором приватизационной реформы, которая позволила превратить Россию из коммунистического в олигархическое государство, минуя, как водится, все промежуточные стадии. Именно Чубайс превратил Ельцина в кандидата олигархов на выборах 96-го года. В альтернативной реальности, о которой так любят вздыхать на московских кухнях, больной и потерявший все свои политические инстинкты, кроме инстинкта семейного выживания, Ельцин просто не должен был баллотироваться на второй срок. Ему следовало уступить власть человеку, способному руководить государством, а не олигархическим клубом. Но именно тогда и оформился подлинный союз олигархов и чекистов, который и привел затем к власти предложенного среди прочих Чубайсом на пост регента этой России Путина. А по дороге Чубайс вместе с несгибаемым борцом за свободу слова разгромил еще отвратительную опричнину Коржакова, Барсукова и их духовного отца-господина Сосковца. Какое духоподъемное время! Какая радость, что россияне остались в стране Ельцина, а не оказались в стране Сосковца или Зюганова, и на всех парах въехали в Россию Путина. От России Сосковца или Зюганова, отличающиеся разве что портретом в кабинете. Как же это так получилось? Какая досада! Просмотрели Путина такие умные люди! А вот не доглядели же! Не нужно себя обманывать! Все они доглядели! Чубайс именно Россию Путина и строил, создал для нее с прочими реформаторами все необходимые экономические предпосылки. Сам помог прийти к власти тем, кто предпочитал его поддерживать. А где те, кто пытался поднять на Чубайса руку, только по-настоящему? В клановой схватке, а не из засады на подмосковном шоссе, как Квачков. Где Березовский? Где Гусинский? А Чубайс вот он! Покидает одну должность и моментально с подачи Путина занимает следующую. Бывший глава Роснана Анатолий Чубайс недолго оставался безработным. Теперь он специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Указ о назначении на эту должность уже подписал Владимир Путин. Ничего он не проиграл и ни с чем не смирился. Проиграла и смирилась Россия. Но вряд ли Анатолия Борисовича и появившуюся благодаря ему новую российскую чекистско-олигархически-бандитскую номенклатуру это как-то особо огорчает. Есть такая фигура. Зовут его Анатолий Чубайс. Поскольку я слышал уже вашу позицию относительно обороносервиса, про приватизацию и про реформу РАО ЕС говорить не будем. Хотя некоторые результаты реформы РАО ЕС мы видим в своих квитках на оплату коммунальных услуг. А вот относительно Роснано, большой государственной компании, на которой возлагаются огромные надежды, диверсификация экономики, нанотехнологии, вопрос, связанный с венчурными инвестициями. Колоссальное финансовое вливание получила эта компания в течение последних лет. И вот в апреле месяце счетная палата говорит о серьезных нарушениях в работе менеджмента компании. При этом заработные платы менеджмента в разы выше, чем заработные платы некоторых коммерческих компаний, более того, транснациональных корпораций. Они собираются зафиксировать убытки в этом году в 20 миллиардов рублей, а это сравнимо с бюджетом хорошего города-миллионника типа Перми. И в этом отношении у меня к вам достаточно простой вопрос, как у доверенного лица. Когда кончится этот беспредел? Сколько лет вы еще собираетесь Чубайса терпеть во власти? Ну и традиционный вопрос для огромного количества россиян. Когда его посадят наконец за решетку? АПЛОДИСМЕНТЫ Антолий Борисович Чубайс остается такой нужной очень для нас фигурой, на которую постоянно общественное мнение отвлекается, когда что-то не нравится. Я считаю, что и он, и ряд тех людей, которые с ним работали тогда, конечно, совершили много ошибок, и образ определенности сформировался. Но кто-то должен был сделать то, что они делали. Они изменили всю структуру российской экономики и, по сути, изменили тренд развития. Повторяю, на мой взгляд, можно было бы сделать это по-другому, с меньшими социальными потерями и затратами. Не так жестко, но задним числом всегда легко рассуждать на эту тему. А вот когда люди идут впереди, и непонятно, какой должен быть следующий шаг, будет ли он верным или ошибочным, но нужно иметь мужество, чтобы эти шаги сделать. Вы сказали, как долго терпеть его во власти. Его нет во власти. Он возглавляет государственную, но все-таки коммерческую структуру. И во властных структурах не присутствует. Теперь по поводу ответственности. Они ведь сами сказали о том, что разместили деньги неэффективно. Сегодня, я отслеживаю, что там происходит, сегодня они сами указывают на убытки в объеме 2,5 миллиардов рублей. Деньги, конечно, не маленькие. Можно ли в этой сфере безошибочно копейки... Нет, 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 2,5 миллиарда. 22 – это первоначальная цифра неэффективных вложений. Сегодня они показывают убытки 2,5 миллиарда. А можно ли в такой сфере, как нанотехнология, все сделать безошибочно, с абсолютной прибылью, мне трудно сказать. Но, наверное, ведь они на чем там горят? Горят на нетрадиционной энергетике. А мы можем вполне открыть с вами рубрику, которая называется... А что, так можно было? Я вот с утра, когда посмотрел, ну, если потом... Не, ну ладно, ну, хоррестебаться, ну, не может такого быть, ну, прекращайте. Ну, ну, чего вы, ну... Роснано потребовала признать недействительными договоры о кредитах. Госкомпания Роснано направила банкам претензии о недействительности кредитных договоров. Договоров, хрен знает, как ударение ставить. Роснано предложила банкам признать недействительным договоры о кредитах под госгарантией почти на 55 миллиардов рублей. Корпорация решила, что банки берут с нее слишком высокие проценты. Госкомпания была должна 38 миллиардов по кредиту в Совком банку, 16 миллиардов в промсвязь банку, 850 миллионов в банку Акбарс, близкие к банкам источники РБК, подтвердили наличие претензий, но назвали требования нелогичными и формальными. Роснано же считает, что есть основания для признания договоров недействительными, как сделок, совершенных в ущерб интересам юридического лица и в результате злоупотребления правом. Ну, гения. Вы представляете, граждане, да, что сейчас вот каждый из вас смотрит на свой кредитный договор и говорит, а что, так можно было? То есть ощущение, что Чубайс ушел, а дух его бесконечной наглости и непрофессионализма остался. Ну, точнее, вонь, если мы говорим о Чубайсе. То есть это же вдумайтесь, да? То есть это такой апофея 90-х. Всем, кому должен, прощаю. Ну, молодцы. Ну, просто молодцы. Притом еще под госгарантией. Ну, классики жанра. Это же, это же как здорово. То есть теперь можно просто взять и насладиться. Даже не мучиться особо. Взять и насладиться. Ну, надо ли было в Кремнии вкладывать? Особенно в нашей стране, богатые углеводородами, где у нас еще время, времени поменяли. Встаешь темно, ложишься темно. Когда эти батареи-то работают. Я не знаю и сейчас не хочу давать этих оценок. Но это сложная сфера. Это совсем не значит, что там в рамках этой компании нанотехнологии, а не скрою, это одна из моих инициатив в свое время было, создать эту компанию. Потому что нанотехнологии, это один из генеральных путей развития науки, техники, технологий. И там, в общем, немало сделано и полезного. Я там был пару раз, ну и с материалами знакомлюсь, их работаю. Есть проколы, провалы. Но это не уголовщина. Понимаете? Это абсолютно разная вещь. Вот когда, даже у нас, когда в регионы вкладывают деньги не по назначению, это не значит, что их украли. В данном случае вложили неэффективно. Но это не воровство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова